Всем привет, ребят! Надеюсь, у вас все отлично. По всей видимости, это видео вы смотрите в рождественскую неделю или, может, немножечко позже. И я сегодня хочу с вами просто пообщаться. Возможно, натолкнуть вас на определенные мысли, которые, мне кажется, должны у вас родиться, ну, если вы следите за тем, что происходит на рынке видеооборудования за последние два года. Я, честно говоря, очень сильно психологически устал от съемки обзоров, потому что я этим занимался очень много и загнался, и уже они мне просто надоели. Поэтому я хочу с вами пообщаться, пообщаться. И также меня натолкнула на это видео мысль, что впереди Новый год. Да, вы смотрите это видео после Нового года, но все видеоролики, которые уже вышли на канале в этом году и выйдут еще, по всей видимости, в течение ближайших полутора недель, они сняты до Нового года. И вот этот сумасшедший год закончился, но при этом мы показали хороший результат и думаешь, ну, надо как-нибудь себя вот побаловать, побаловать. И хочется купить то, что тебе, в принципе, не особо нужно, но просто хочется этим владеть. И таким объектом моего вожделения, ну, не скажу вожделения, просто я хотел эту камеру, является Red Commodore. Я начал следить за ней, как только появились первые данные о ней. Ну, и в принципе, со временем, когда начало появляться все больше и больше футажей, поначалу они были абсолютно разочаровывающие, то есть просто снятые криворукими. Ну, я просто не знаю, как вообще можно было снять настолько убого. Потом взялись за дело нормальные ребята, наснимали много контента, и я понял, что, в принципе, камера интересная. Но я сейчас хочу с вами поговорить не о Red Commodore, да, в частности. Я хочу с вами поговорить о том, почему в 2021 году, когда на рынке есть уже много недорогих, крутых кинокамер, люди все равно не рассматривают их покупки, а продолжают топить именно за беззеркальные камеры, у которых куча косяков, ну, вот просто куча косяков. И когда ты читаешь в комментах, на своем канале, на других каналах, такие речи, да зачем мне эта Сонька с ее конченными цветами, я лучше возьму Fuji какой-нибудь, там, XT4. Им возражают, да зачем тебе XT4 и XT3 на новой прошивке, ничуть не хуже XT4. Другие пишут, да зачем вам этот Fuji, у него конченый автофокус, он не фокусируется в профиль, а также у него совсем отвратная матричная стабилизация. Возьми-ка ты лучше, там, условно говоря, какой-нибудь Panasonic. Другие кричат, зачем вам Panasonic, у него вообще нет никакого автофокуса. Если мы говорим о MFT камерах, у вас нет бокешки, если мы говорим о полнокадровых камерах, то они тяжелые, дорогие. И, в общем, вся вот эта история ходит по кругу. То есть, все в поисках какой-то идеальной камеры, а ведь эти камеры есть. Эти камеры есть, и стоят они очень недорого. Вот просто посмотрите, ребят, Sony FX6, крутейшая камера, крутейшая камера, снимает 4К 120 кадров в секунду. То есть, по большому счету, это начинка Sony A7S III в классном корпусе. При этом там есть просто сумасшедшая штука. Вот просто то, за что эту камеру можно покупать за любые деньги. Это электронный переменный ND-фильтр. То есть, вам вообще не нужно цеплять на объектив вот эти вот переменные ND. Вы можете использовать на этой камере полярики. При этом этот переменный ND работает в авторежиме. То есть, вы просто фиксируете свою диафрагму и фиксируете свой шаттер. И все. И снимаете, не паритесь. А всю остальную экспозицию постраивает переменный ND. Конечно, у этой камеры есть такие недостатки, как отсутствие входа под микрофон на самой тушке. То есть, вам нужно использовать вот эту ручку, где у вас расположены XLR разъемы. То есть, это, конечно же, минус. Об этом я, возможно, расскажу чуть дальше в видео. Но, в общем, изначально, я просто сейчас хочу вас натолкнуть на мысль. Зачем вам заморачиваться с этими беззеркалками, которые то перегреваются, то с ними еще какие-то проблемы происходят. Когда у вас за те же самые 6 тысяч долларов, это ведь небольшие деньги. Если вы снимаете видео профессионально, это небольшие деньги. Зачем вам вообще заморачиваться с этими беззеркалками, когда есть такие камеры? Если мы сравниваем кинокамеру Sony FX6 с беззеркальной ее уменьшенной копией, если, конечно, так можно выразиться, Sony A7S III, то я вообще не вижу реально ни одной причины брать себе беззеркалку. И, наверное, многие из вас, которые не работали с кинокамерами, меня сейчас не поймут. Но на самом деле, пользоваться любой кинокамерой или видеокамерой гораздо удобнее, чем беззеркалкой. Ну, просто гораздо удобнее. Единственный плюс, в чем выигрывает Sony A7S III, это в том, что у нее есть матричный стаб, которого нету, соответственно, в FX6. Но при этом у Sony есть отличный софт, который делает стабилизацию на посте, основываясь на данных гироскопа во время съемки. То есть, по большому счету, какие-то небольшие проводки, ну, естественно, не бежать с камерой, но если вы просто, как минимум, пытаетесь стабилизировать камеру руками, вам то и стедик, по большому счету, не нужен. И все это работает, естественно, без всяких артефактов, потому что изначально программное обеспечение знает, как была повернута камера и как она была ориентирована в пространстве. И вы, конечно, можете мне возразить, но ведь камера A7S III стоит гораздо дешевле, практически в два раза дешевле, ну, не в два, а меньше, чем в два раза. Но, ребят, тут вот какая история. Дело в том, что срок жизни кинокамер, он больше, чем любой беззеркальной, ну, или в прошлом зеркальной камеры. То есть, если вы сейчас купите себе FX6, которая может 4К, 120 кадров в секунду, и при этом на ней работает автофокус, я думаю, что вам эту камеру, ну, ближайшие лет 8-10 вообще не придется менять. Потому что 8К, о котором все как будто немножко подзабыли, да, вы помните, два года назад все там орали 8К, 8К, а сейчас ажиотаж спал. Ну, потому что не нужен 8К сейчас, ну, вот просто не нужен. Если многие скажут, ну, когда-то так говорили о Full HD, а 4К, нет. Full HD и 4К это принципиальные разные вещи. То есть, Full HD это приятная глазу картинка, 4К это крутая картинка. Но вот разница между 4К и 8К уже далеко не так очевидна. И те, кому действительно нужны такие разрешения, ну, это отдельная, как бы, индустрия, да, мы в нее не лезем. То есть, нет никакого смысла снимать что-то в 8К. Гораздо более важно иметь ту самую высокоскоростную съемку в 4К, например, 4К, 120 кадров в секунду с хорошим автофокусом. Поэтому я больше чем уверен, что в ближайшие 6, 7, 8 лет вы не будете смотреть на том же YouTube 8К видео. Да и на чем вы его собрались смотреть? На ваших смартфонах, в которых даже большинство сейчас 4К не смотрит. И вы, наверное, помните мое видео, где я рассказывал, ну, собственно, интересовался ваше мнение насчет 4К 60 кадров в секунду. И многие начали писать в комментах, что они бы рады смотреть в таком разрешении, в такой частоте кадров, но их смартфоны и компьютеры часто не вывозят даже в Full HD 60 кадров в секунду. Приехала пицца. Ну и на секундочку прервемся. Напомню, что спонсор сегодняшнего видео Epidemic Sound. Если вам нужна крутая, крутейшая музыка для вашего YouTube канала, Instagram, по ссылке в описании регистрируйтесь. Месяц получите бесплатно. И даже если через ней использоваться не захотите, никаких проблем. Просто отписывайтесь от сервиса и все это никак не отразится на ваших уже загруженных видео. Так что ссылка в описании. Месяц бесплатно. Так вот, смартфоны и недорогие компьютеры многих людей не вывозят в Full HD 60 кадров в секунду. О каком 8К идет речь? Так что, ребят, сейчас приобретая камеру в 4К 60, я не думаю, что вам ее придется менять вообще. Потому что, как правило, люди через 7-8 лет начинают уже заниматься другими вещами. Поэтому, если сейчас вы снимаете видео кому-то, скорее всего, через 7-8 лет вы этим уже заниматься не будете. Единственный плюс вот таких вот компактных беззеркальных камер, это то, что они не привлекают много внимания. Они компактные. И поэтому, когда вы что-то снимаете на них в городе, особенно в тех странах, где очень ревностно к этому относятся к вам, никто не подбегает и не спрашивает, вы что здесь снимаете кино. Несмотря на то, что Sony FX6 компактная камера, все равно выглядит она гораздо более профессионально, чем любой фотоаппарат. Вот это, пожалуй, единственный плюс беззеркалочки. Ну, естественно, для тревел-блогеров таскать с собой вот эту бандуру, да, ну, как бы не самый лучший вариант. Но, если вы занимаетесь профессиональной съемкой видео, то есть вы снимаете за деньги, да, кому-то. То есть не сами себя снимаете на отдыхе, а за деньги. Я вообще не понимаю, в чем проблема купить за 6 тысяч долларов камеру, на которую вы будете снимать еще ближайшие 7-8 лет. Вот это просто отказываюсь понимать. Вот неужели вам не нужна камера, которая работает, блин, от сети, которая работает от больших аккумуляторов, вы включили ее, никаких перегревов вообще в принципе нет. То есть просто включил, и она работает, и ты не паришься ни о чем-то, тебе не надо ни о чем следить. У тебя есть XLR-входы, у тебя есть все, что вообще нужно для профессиональной работы. Но нет, все равно все носятся с этими беззеркалками. Это беззеркалка, вот Canon R5 там перегревается, а Sony A7S III не перегревается, либо там нужно выставить датчик, чтобы на максимальном значении там она не перегревалась. Нахрена вообще все это? Вот просто объясните мне, почему вы не можете купить камеру? Если у вас нет денег, это понятно. Ну хорошо, допустим, по какой-либо причине не хотите, вы полнокадровую кинокамеру Sony за 6 тысяч баксов. За 6 тысяч баксов! Ну вот не хотите вы Sony по тем или иным причинам. Хотя опять же Sony, мне кажется, сейчас за 6 тысяч баксов это просто лучший выбор. Хорошо, вы можете пойти и купить себе Canon C70. Canon C70 офигенная камера, точно такой же крутейший автофокус. Да, у нее нет вот этой вот функции, когда вы можете стабилизировать на посте потом с использованием показаний гироскопа, но при этом она компактная, она очень компактная. По факту в размерах она не намного больше тех же самых зеркалок Canon, например, Canon 5D Mark IV. Да, у этой камеры сенсор Super 35 мм и у нее отличный динамический диапазон. Я смотрел сравнение этой камеры с Red Commodo и динамический диапазон, а на некоторых сценах на Canon был выше. Далее, давайте перейдем к Red Commodo. Собственно, это та камера, которую я до последнего хотел себе купить. Она мне вот по большому счету не нужна. Но вы знаете, когда вот я просто смотрю на видео, вот кстати, сейчас должны они приехать, мне дадут поиграться с ней, чтобы я, собственно, решил, стоит ли мне тратить на нее 6 тысяч долларов или нет. Так вот, когда ты работаешь с камерой Red, то это совсем другие ощущения, чем при работе с теми же камерами Sony или с камерами Canon серии C. Потому что Red это крепкий металлический корпус. Ну, комода, в принципе, изначально задумывалась как краш-камера. Она очень компактная, 10 на 10 см всего. При этом, единственным вообще плюсом, из-за чего, я думаю, ее есть смысл брать, это Global Shutter. Это вот прям то, что доктор прописал для съемки динамичных музыкальных клипов, когда мы часто используем ручную камеру, у нас движется сама камера, движутся объекты в кадре, движения наши резкие. Global Shutter это просто огромное преимущество. Потому что, несмотря на то, что на FX6, на C70, Roland Shutter в 4K, он достаточно терпимый, но все равно на динамичных сценах, когда у вас камера трясется из стороны в сторону, а при съемках клипов это очень часто происходит, все вот эти вот наклоны и вот эта общая желешка, конечно же, видна. И самой главной проблемой Red комода, что, собственно, и останавливает меня от покупки, то есть вот душой я ее хочу. Мне, в принципе, даже все равно, если буду на нее снимать раз в два месяца, но при этом она мне просто нравится, как она выглядит, как она сделана. И хоть Red комода я в руках не держал, но у меня есть опыт работы с более старшими кинокамерами Red DSM-C2, и, ну, это совершенно другие ощущения, то есть ими просто приятно пользоваться. Более того, на них просто приятно смотреть, вот приятно, когда она стоит у тебя на столе, ты можешь взять вот ее там рукой потрогать, вот я не знаю, почему это, но, скорее всего, это просто из-за металлического корпуса и общего впечатления вот просто такой надежности и неубиваемости. Так вот, главной проблемой Red комода это то, что у нее нет рапиды. Даже двукратное замедление на ней мы не можем сделать. Она снимает 4К в 60 кадров в секунду, но при этом с кропом. А если мы используем полную площадь сенсора, то мы получаем 6К со скоростью всего лишь 40 кадров в секунду. То есть, даже если мы снимаем 24 кадра в секунду True Cinema, мы все равно не можем сделать замедление в 2 раза. Да, почти в 2 раза, но не в 2 раза. И вот это, пожалуй, самый главный косяк. Конечно, там есть еще из неприятного очень дорогие карты памяти. Ну, конечно, они дешевле, чем фирменные SSD накопители производства Red. Но все равно стоят гораздо дороже, чем карты памяти, которые можно использовать на вышеупомянутых FX6 и Canon C70. Ну и, конечно же, в Red комода автофокус совершенно простейший. То есть, он не такой навороченный с детекцией лиц, глаз, как на камерах Sony и Canon. Но при этом он вообще есть. И это очень удивительно для кинокамеры, потому что изначально то Red не позиционирует свои камеры как консюмерские. Это чисто профессиональная история. И то, что там вообще завезли хоть какой-либо автофокус, это уже хорошо. Конечно же, доверять ему при съемке людей, тем более, когда человек движется на вас, я бы не стал. Но при этом, если вы снимаете со стедика какую-то панораму города в движении, да, там на диафрагме F8, к примеру, то этот автофокус вполне рабочий. И, как минимум, это сокращает подготовку к съемке. То есть, вам не нужно наводить этот фокус на тех планах, где автофокус как раз-таки сработает отлично. Что также плохо у Red Commodo, это аудиовозможности. То есть, там всего лишь один 3,5-миллиметровый мини-джек. То есть, как вы понимаете, подключить туда профессиональные микрофоны, ну, не вариант. То есть, опять же, даже для студийной работы вам придется подключать ваш хороший микрофон через XLR к какому-нибудь рекордеру, а уже с него засылать сигнал непосредственно в Red, ну, или просто вообще не подключаться к Red, а делать какую-то синхронизацию на посте. У Red Commodo сенсор чуть больше, чем Super 35, но все равно, конечно же, это не полный кадр. У него нет никаких ND-фильтров, если на C70 есть механические ND-шники с фиксированными значениями. Но, естественно, Sony со своим электронным ND здесь вне конкуренции. То есть, давайте подведем небольшой итог. За 6 тысяч баксов вы можете купить 3 крутейшие камеры разных брендов. Хотите снимать кино, то есть, вы не снимаете репортаж, не снимаете свадьбы, какой-то хлам. То есть, у вас чисто постановочные съемки, покупайте себе Red Commodo. Хотите снимать просто все, что угодно, при этом с малой глубиной резкости, приобретайте себе полнокадровую FX6. Если любитель Canon, у вас есть оптика RF, хотя оптики RF, ну, не так, что уже много у кого, она есть в большом количестве. Но, тем не менее, если вы уже перешли на такие вот объективы, да, с таким байонетом, то покупайте себе C70 и точно так же не знаете вообще никаких проблем. А я же еще не сказал про Zicam. Они сейчас вообще развернули свою линейку. И там вообще можно купить 6К полнокадровую камеру за 4 тысячи долларов. Да, там не будет крутого автофокуса, но все равно это кинокамера. При этом она очень компактная. И, как я уже сказал, пользоваться кинокамерами гораздо удобнее, чем фотоаппаратами. Вот я вообще в жизни не снимал ни на что удобнее, чем Blackmagic Pocket 4K, вот на которой я сейчас снимаю. Вот, ребят, я даже не могу вам сказать, что такое плейбэк на этой камере, когда вы просто включаете воспроизведение и пальцем без всяких тормозов на огромном экране скролите нужный вам момент. Только ради этого уже одного можно снимать на Blackmagic. То есть никаких вот этих мелких кнопок, каких-то дребезжащих. Зачем все это? У вас есть только кнопки, которые нужны вам для съемки видео. То есть лично мне отсутствие вот этого миллиона настроек позволяет сосредоточиться на съемке видео. Потому что когда у тебя на той же Sony A7S III миллион разных цветовых профилей, ты можешь снимать там с разными цветовыми пространствами, с разными гаммами, с разными профилями. То есть у тебя возникает желание не снимать, а разбираться со всем этим. То есть тестировать что-то. В итоге, когда ты находишь свой идеальный цвет, как тебе кажется, у тебя уже снимать пропадает желание. А потом ты поснимал в этом цвете, и такой смотришь, блин, что-то не то. Нужно опять переколупывать все. Но в профессиональных кинокамерах такого в принципе нет. Вот у тебя есть кинокамера Red или Blackmagic. Вот она снимает так. Она снимает вот с таким вот цветом. Если хочешь возиться со светом, снимай на нее просто в RAW, в RAW. И все, и делай любой цвет на монтаже. То есть там минимум кнопок, и при этом у тебя не путаются пальцы в этих крошечных кнопочках на беззеркалках. Ну я как бы крупный парень, да, у меня 193 рост и где-то 120 вес, да. То есть мне как бы вот эти вот маленькие беззеркалочки просто неудобно трогать. Вот я, например, снимаю, вот здесь сейчас сниму. Сверху у меня на столе стоит Canon M6 Mark II. И кстати, мне эта камера нравится. То есть, несмотря на то, что я снимаю на нее уже сколько, наверное, месяцев 7. Я думал, что она мне надоест, но в принципе она мне нравится. Она мне нравится. Но при этом она не перегружена каким-то большим количеством мелких кнопок, как, например, те же камеры Sony линейки 6000. И снимать на нее поэтому лично мне гораздо удобнее. Но, конечно же, эргономика ее не идет ни в какое сравнение с тем же моим Blackmagic в клеточке тильта, когда у меня большой яркий монитор, там на 2500 нит светит, мне все видно. Мне очень удобно снимать на эти камеры. А на беззеркалке мне неудобно снимать, блин, потому что это фотоаппараты. Хотите вы этого или нет? И мне кажется, что рано или поздно те, кто снимали на фотоаппараты, это, знаете, как вынужденная мера. Потому что если 3 года назад, понятно, вы не могли себе купить кинокамеру полнокадровую за 6000 долларов. Они там стоили в районе 20-30 тысяч. Но раньше таки вообще разрыв между фотоаппаратами с размером сенсора IPSC или полнокадровыми и кинокамерами с таким же размером сенсора был вообще просто катастрофический. Поэтому у видеографов не оставалось ничего, кроме как снимать на вот эти вот зеркалки и беззеркалки. Но сейчас, ребят, в сотый раз повторяю, 6000 долларов. Это просто пыль, это просто не деньги. За крутейшую камеру. То есть 6000 долларов вы не покупаете какое-то промежуточное решение. Sony FX6 это просто лучшая камера за свои деньги. Либо же Red Commoda. И вот сейчас я, собственно, думаю, а что мне купить? И вопрос в том, что мне даже эти камеры не нужны. Что ни одна, что ни вторая. Ну, просто они мне не нужны. И все, что я снимаю, спокойно вытягивает моя Blackmagic. Тем более, вот с аноморфом серую, на который я сейчас снимаю. Мне он очень нравится. Но все равно хочется что-то купить. Я постараюсь себе погасить это желание. Потому что если ты покупаешь что-то без цели его дальнейшего использования, это как бы глупо. Но тем не менее, возможно, я себя смогу убедить, что мне эта камера нужна будет для чего-то. Пока я не знаю чего. И все-таки я куплю. Ну, в общем, если бы я прямо сейчас покупал, я бы рассматривал эти две камеры. То есть, для чисто постановочных съемочек Red Commoda. Если намечается какой-то художественный репортаж, то это, конечно, Сонька. В общем, ребят, сегодня вот такое вот видео. Просто бла-бла-бла поговорили. Я просто высказал свое мнение. И вот задаю вам вопрос. Для чего сейчас нужны беззеркалки? Если вопрос только в цене, понятно. Если вы с трудом накопили 3,5 тысячи долларов на беззеркалку какую-нибудь, вопрос здесь снимается. Но если есть бабки, ну, сейчас вот много всяких больших каналов, там, банкиры какие-то бывшие, какие-то бизнесмены, они все создают свои каналы, YouTube создают продакшн, и у них денег, ну, как бы не ограничено, да? Ну, то есть, им без разницы потратить там 40 тысяч долларов на все, на полностью весь свой продакшн, или там 30 тысяч долларов. Разницы, по большому счету, нет. То есть, они там покупают 2-3 камеры. Так вот, 10 тысяч долларов, ты как раз-таки можешь добавить по 3 тысячи к своим Sony A7S III, купить 3 кинокамеры. Ну, конечно, мне могут возразить, чувак, а вот как ты себе представляешь работу со стедиком? Понятно, что для более тяжелых кинокамер уже такие компактные, на руки стедики не подойдут. Здесь я с вами согласен. Какие еще вот цена, компактность, какие еще плюсы? Я больше, честно говоря, плюсов не вижу. Ладно, ребят, надеюсь, вы не в обиде за то, что у нас сегодня было разговорное видео. Воспринимайте это как подкаст, просто с моими мыслями на эту тему. Очень меня давно эта темка беспокоила. В общем, если я созрею, что-то купить из этих трех камер, опять же говорю, не знаю зачем, вы узнаете об этом, естественно. Первые. На сегодня все, ребят. Всем пока, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok